Здравствуйте, с вами Дмитрий, сеть отелей MaxRooms. Сегодня мы снова рассматриваем Airbnb. На повестке дня у нас как раз таки детали объявления, настройки бронирования и как раз таки то редактирование, о котором ранее говорилось, которое мы еще не успели пока сделать. Что у нас есть? Мы видим тут блок задач, это то, что мы можем сделать еще доделать, тут мы можем рассказать о спальных местах каких-то, то есть мы можем добавить спальные места, что мы можем сделать в самих задачах. Посмотреть именно, что у нас есть по этим зонам, есть ли они у нас, спальня, ванная с туалетом, все это у нас есть. Здесь мы соответственно добавляем, да конечно, то есть в целом мы добавляем все, что у нас тут есть именно в номере в самом, то есть если у вас кухня есть только на территории отеля, то мы это не добавляем, потому что здесь именно кухонный уголок непосредственно в помещении. Вот, обеденная зона как таковая, ну тоже можно добавить, но чтобы не портить впечатление гостя, лучше конечно этого не делать, если у вас в номере как таковой обеденной зоны нет, потому что обеденная зона как правило представляет собой какую-то кухню как раз, либо там в студии, в квартире что-то вот наподобие кухни, да, то есть это такой момент. Что касается каких-то других возможностей, полноценной кухни у нас нет, другим у нас ничего не доступно, кто еще пользуется, можете ходить в помещение, я все, а я не могу, потому что я это не гость, а именно собственник, собственник не входит, родственник не входит, гости не входит, все, никто не входит в помещение гостя, поэтому каких вообще вариантов нет. Дальше добавляем фото и у нас все прекрасно. Что еще? Вот настройки бронирования как раз таки. Что именно у нас здесь подключено на Airbnb? У нас подключена функция мгновенное бронирование, это если у нас гости нашим требованиям отвечают, они могут сразу, бронировать, остальные должны отправлять запрос. В целом, если у вас небольшой номерной фонд, то лучше, конечно, отправлять постоянно запрос, потому что мало ли бывает что-то. Конечно же, из шахматки у нас выгружаются все наши категории номеров, но при этом может быть так, что в шахматке не успел кто-то что-то отметить, а у вас уже бронирование упало, особенно в высокую загрузку это может быть все. Поэтому все-таки рекомендую, если малый номерной фонд, делать запрос на бронирование, если вы следите за почтой, конечно же, вы все это делаете. Если у вас большой номерной фонд, но при этом за почтой все равно следите, то лучше, конечно, делать мгновенное бронирование, потому что за почтой в любом случае для данного канала следить придется так или иначе, потому что он это предполагает само собой разумеющееся, и когда к вам бронирование приходит, вы видите все это через электронную почту даже. То есть, вам все присылается и, конечно же, говорится. Требования к гостю как раз-таки, это требования к Airbnb, которые стандартные, он выставляет этот номер телефона, электронный адрес, платежная информация, согласие с правилами дома. Это у нас гость сразу же, можно сказать, подписывает некую оферту, что при заезде он там согласен с правилами проживания и обязуется там ничего не ломать, не рушить, не загрязнять и так далее, не курить и так далее. Фотография в профиле желательно не обязательно, но в целом мы его не добавляем, потому что, ну мало ли, человек зарегистрировался только что, захотел попробовать канал, а мы не даем ему эту возможность забронировать нашу модель, а просто потому что нам важна фотография. Фотография в профиле, конечно же, безусловно важна, но в данном случае можно как-то и без нее потерпеть. В целом нет такой необходимости. Удостоверение личности государственного образца для мгновенного бронирования. Если у нас, у гостя его нет, он должен отправлять в таком случае запрос. Нужно ли его требовать? Если вы апартаменты и вы никогда особо так, ну не так часто приезжаете в гостиницу, то скорее всего, конечно, нужно. Если вы так часто к себе в апартаменты приезжаете. Если же вы гостиница, вы так или иначе при заезде берете документы с гостей, ну либо администратор делает, либо вообще службу приема и размещения. И в таком случае, конечно же, вам нужно будет брать документы с гостей. Вы можете не ставить данную галочку, ну за исключением, если у вас там какой-то самостоятельный заезд-выезд. Рекомендации хозяев других, это если у гостя нет негативных отзывов. В целом, конечно, вещь такая индивидуальная. Кто-то ее ставит, кто-то не ставит. Можно ее не ставить в целом, потому что гости на Airbnb тоже всякие бывают. И бывает так, что человек негативный отзыв поставил ни за что. Но, в целом, если гость захочет забронировать, допустим, у него на аккаунте негативные отзывы, ничто ему не мешает сделать новый аккаунт и забронировать заново. Поэтому никакой вообще проблемы не вижу в том, чтобы не ставить галочку на данном этапе. Важную информацию при мгновенном бронировании мы не устанавливаем, потому что у нас фактически все гостиницы работают круглосуточно, за исключением Новосибирска. Что касается остальных правил дома, это дети, детская политика, политика с питомцами, политика курения, мероприятия, каких-то шумных вечеринок. Вот здесь мы время прибытия указали, время выезда мы не указываем, что это до 12.00, но мы можем указать просто 12.00. Что касается дальнейшего правила отмены бронирования, у нас здесь, кстати, стоит гибкие они стоят, мы можем сделать без возможности возврата. Вот. Мы можем сделать таким образом, что поставить здесь и такие и другие правила бронирования непосредственно на данном отеле. И его таким образом продавать в всех общих чертах. Так. Ну, на этом в целом у нас наша детализация по настройкам бронирования прошла успешно. Расценки мы уже в целом поставили. То есть у нас они тут есть уже какие-то определенные. Скидку за месяц мы тут поставили уже. Кстати, на бутинге она у нас такая же, уточнили 15%. И за неделю также поставили. Плат больше у нас и сборов никаких нет, если они у вас есть. Их нужно, конечно же, ставить. Наличие мест выгрузку мы ставим через наш франдеск 24. Вторых хозяев у нас нет. И местные налоги законы у нас налогов каких-то местных таких нет. И за исключением, если у вас, допустим, платная регистрация ФМС, ее нужно же, конечно, уже указать. Потому что для иностранных гостей это важно. На этом все. Если вам данное видео понравилось, подписывайтесь на нас. Ставьте колокольчик лайк, чтобы не пропустить наши новые ролики. Мы команда сеть отелей MaxRooms. Занимаемся также помощью всем гостиницам в ведении бизнеса и в ведении продаж. Так что если у вас есть какой-то бизнес, которому нужно помочь, вы можете оставить заявку на нашем сайте. Ссылка по нему будет внизу в описании. Мы вам можем предложить франшизу, несколько пакетов франшизы с определенными условиями. Также в ссылке будет номер телефона наш и электронная почта. Там можно будет написать нам, либо позвонить и уточнить какие-либо вопросы. С вами была сеть отелей MaxRooms. Меня зовут Дмитрий. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...